Привет! Компания Xiaomi решила нас всех окончательно запутать с третьей серией своих сверхпопулярных ТВС наушников Redmi Buds. Куча уже выпущенных моделей, прибавились эти Buds 3 Lite, обзор на которые есть на канале, и вот эти просто Redmi Buds 3. Последние тоже недорогие, разница в цене, ну вот буквально обед с десертом. Но вот в реальности наушники эти белые и черные очень сильно отличаются. Но стоит ли брать просто Redmi Buds 3? Давайте разберемся вместе. Вот если так посмотреть на Lite и просто тройки, у них просто нет ничего общего. Ну хотя бы корпус кейса, тут он абсолютно глянцевый. У такого покрытия есть конечно свои сторонники, так и противники, но я обращаю внимание на другое. Сама архитектура кейса это не какая-то калька под AirPods, она довольно сложная, с переходами и бликами от них. На корпусе есть довольно неприметная кнопка и одноцветный светодиод. К качеству сборки вопросов, ну лично у меня никаких. Разве что перфекционисту не понравится небольшое отличие зазора по периметру крышки. Ну это в общем-то ерунда. Крышка хлопает приятно. И есть тут своеобразный, но не очень ярко выраженный эффект доводчика. Кейс с наушниками весит 42 грамма. Один наушник весит 4,5 грамма. Сами наушники тоже глянцевые и тадам! Это вкладыши, а не затычки. Последние кстати преобладают в семействе Redmi Buds 3, а тут прям исключение. Внешний наушник довольно массивный. Конечно не такой как старые AirDots, которые разошлись гигантским тиражом. Но ножка на фоне конкурентов толстовата. Заявлена тут даже влагозащита, но только на самих наушниках по стандарту IP54. Дождь они должны пережить. Посадка у наушников довольно комфортная. Ну впрочем форм-фактор вкладышей трудно чем-то испортить. В ушах они не чувствуются. За несколько часов непрерывного использования дискомфорта я так и не учую. На корпусе наушника находим два микрофона. Один межзарядных коннекторов внизу, второй за решеткой сбоку. Сам звуковод, если обратить внимание, тоже прикрыт решеткой довольно солидного вида. Есть тут и сенсор нахождения в ухе. Вот он. Тем же лайтам его все-таки не досталось. И наконец, сбоку находим еле-еле заметное углубление, которое является тач-панелью для управления. И давайте сразу оговорим. Официально для глобальной версии Redmi Buds 3 нет никакого приложения для управления и настройки. Конечно, существует чисто китайское приложение Xiaomi, но у меня он так и не захотел подхватывать эти наушники, хотя в списке они существуют. Вот они, Redmi Buds 3. И, казалось бы, самое время расстраиваться. Но! Есть сторонняя программа из Google Play под названием Mi Buds M8. Эта программа работает со многими ТВС гарнитурами от Xiaomi и их суббрендов. Ссылку на установочный файл я отдельно оставлю в нашем телеграм-канале простые технологии. И эта программа моментально нашла Redmi Buds. В ней есть все, в общем и целом, что нужно для настройки, например, управления. По умолчанию тройки довольно ограничены в нем. Двойное касание на любом наушнике – это переключение вперед. Тройное касание – это назад, долгое нажатие, воспроизведение, либо пауза. В программе же нам дают дополнительную возможность. Самое главное – это регулировка громкости. Увеличение громкости двойным нажатием или даже тройным нажатием – это то еще удовольствие. Вообще, тач-зона в тройках довольно небольшая, и нужно привыкнуть в нее попадать. Я вот так и не научился с первого раза даже переключать треки. В этой программе можно еще отключить и обнаружение уха, если это вас раздражает. А также есть анимация подключения. Вот, сработало. А вообще, конечно, Xiaomi должно быть стыдно, что они никак не могут сделать универсальную нормальную программу под свои многочисленные наушники. Просто тройки поддерживают Bluetooth аж версии 5.2, а значит, совместимым смартфоном в теории связь должна быть очень крепкая и большого радиуса действия. В реальности с OnePlus 9 Pro все так и вышло. Даже в 10 метрах проблем со связью не было. Через два перекрытия связь тоже не нарушалась. А в местах, где другие ТВС любят подхрюкивать и заикаться, тройка держится молодцом. А вот и 5X, что неудивительно, сюда не завезли. Только SBC и AAC. И вообще забавно получается, как китайцы разводят модели в рамках одного семейства. Тем же самым Light там дают только SBC. Обычным тройкам прибавляют AAC, а вот старшим моделям положен вожделенный многими кодек APTX. Но прежде чем поговорим о звучании этих вкладышей, не менее важный вопрос. Задержка звука. Субъективно, в шутанах она хоть и небольшая, но все-таки есть. При просмотре потокового видео лак вовсе не ощущается. Ну и давайте посмотрим, как все это работает. Задержка звука. Эти баццы построены вокруг 12-миллиметровых драйверов. И любимого китайскими производителями ТВС-ов чипа Qualcomm QCC3040. Последний, кстати, в теории поддерживает APTX Adaptive. Но его здесь нет, повторюсь. И главная проблема троек – не хватает громкости. Конечно, для вкладышев это довольно частая проблема, но даже в тихой квартире мне приходилось выкручивать громкость на 80-90%. На улице и тем более в транспорте проблема только усугубляется. А вот звучание самих наушников очень даже неплохое. Средние и высокие играют на удивление неплохо, сибилянтов не наблюдается. Басов, конечно, маловато, но, как это часто бывает с наушниками Xiaomi, стоит их только подключить к айфону, и звук преображается. Появляются те самые низкие частоты, довольно плотные и драйвовые. В общем, звучат Redmi Buds 3 на каждый потраченный рубль. Да, аудиофилам эта модель не понравится, но нормальный пользователь будет и потоковую музыку, и аудиокниги с подкастами слушать с комфортом. К счастью, в Xiaomi не стали городить огород, как делают некоторые именитые производители наушников, добавляющие во вкладыши активный шумодав ANC. Но как гарнитура Redmi просто отличное решение в классе. Тут явно проделана огромная работа над ошибками, качество записи звука на порядок выше, чем у конкурентов. Ну, послушайте же сами. А сейчас мы находимся в тихой комнате, вместе с Redmi Buds 3, без всяких приставок. И как же записывают звук эти вкладыши? 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас мы находимся в автомобиле, с наушниками Xiaomi Redmi Buds 3, без всяких там приставок. И послушаем, как они записывают звук. 1, 2, 3, 4, 5. Тихая улица и Redmi Buds 3 от Xiaomi. Не устаю повторять, что без всяких приставок. Там Pro Lite или еще что-нибудь такое. Как же записывают звук в таких условиях? Это гарнитура. Вернее, ее микрофоны. Ну, и традиционная 1, 2, 3, 4, 5. А теперь мы в Redmi Buds 3 Xiaomi, в гарнитуре, находимся у оживленной улицы. Очень оживленная улица. И как же справляются микрофоны и система шумоподавления этих наушников вот с этими внешними шумами? 1, 2, 3, 4, 5. В кейсе стоит батарейка на 300 мАч, в самих наушниках по 35 мАч. И это уже как бы намекает на нерекордную автономность. В реальности на 80% громкости наушники проработали у меня примерно 4,5 часа. А кейса хватило где-то еще на 3-3,5 подзарядки. Итого мы имеем примерно 20 часов работы без подзарядки о сети. Это, конечно, не сутки, но жить можно. В коробочку с наушниками какая щедрость положили кабель Type-C. Но я его даже не распаковывал. Здесь есть даже какой-то аналог быстрой зарядки. 10 минут хватает на прослушивание музыки до полутора часов. От блока 5 вольт 2 ампера наушники полностью восстановили заряд за 2 часа. Что тоже довольно стандартно для класса. Те же самые лайты примерно так же себя и ведут при подзарядке. Ну что же, финалочка по Redmi Buds 3. На Али сейчас эти наушники можно найти за 2500 рублей. Это без всяких акций и купонов. Официальные поставки в Россию примерно дороже на 1000 рублей. Но, как в случае со всеми недорогими Xiaomi-образными ТВ с гарнитурами, советую покупать напрямую у китайцев. Переплачивать нет никакого смысла. И Redmi Buds 3, в отличие от лайтов, подойдут именно тому, кто ищет качественные вкладыши с отличными микрофонами. Как это часто бывает, в них есть немало компромиссов. Но по сравнению со сверхбюджетными лайтами, это действительно неплохие ТВСы, которыми приятно пользоваться. Главное, конечно же, чтобы качество не подвело. Потому что на те же самые Buds 3 Lite очень большое количество гневных отзывов и комментариев с отваливающимися наушниками, перестающие заряжаться батарейкой и всяким таким. И давай же пообщаемся о ТВС-гарнитурах и беспроводном звуке в комментах. Лайк, подписка, все как обычно. И, конечно, подписывайся на мой телеграм-канал, где бывают отличные предложения и скидки на всевозможные ТВС-гарнитуры. В общем, все как обычно. Пока-пока.